Пародия на негативе Звучат они так Бумаги тянется рука И я шепчу дрожащие губами Велик могучим русский языка Фактор культуры речи Что сделать для того, Чтобы наши проповеди Не были похожими на Талантливую пародию? К сожалению, Многие проповедники Еще испытывают Весьма и весьма большие проблемы С согласованием слов С использованием родов, падежей Со склонениями и спряжениями Безусловно, Подбор Нужных слов и выражений Это часть процесса подготовки К проповеди Мы об этом уже немного говорили Однако слушатель Судит о культуре речи Проповедника Именно в момент, Когда слышит из его уст проповедь Поэтому о культуре речи Мы поговорим именно сейчас В разделе Произнесение проповеди Что же это такое? Культура речи Это совокупность Таких качеств, Которые оказывают Наилучшее воздействие На адресата С учетом конкретной ситуации И в соответствии С поставленными целями И задачами Вы знаете, Что русский язык Существует В устной И письменной формах Хотя в последнее время Добавляется еще одна форма Визуальная Каждая форма Имеет свою специфику Письменная речь Обычно обращена К отсутствующим А устная Предполагает Наличие слушателей Поэтому, Когда вы пишете Свою проповедь Вы должны делать это В форме устной речи Это непросто Но к этому Можно привыкнуть Но ваша устная речь Должна обладать Целым рядом достоинств Литературный язык Это форма Национального языка И основа культуры речи Литературный язык Обслуживает Различные сферы Человеческой деятельности В том числе И проповедничества Пешковский писал Умение говорить Это то Смазочное масло Которое необходимо Для всякой Культурно-государственной машины И без которого Она просто остановилась бы Если для общения людей Вообще необходим язык То для культурного общения Необходим как бы Язык в квадрате Язык Культивируемый Как особое искусство Язык нормативный Почему Нужно Говорить правильно Почему Нужно Соблюдать Культуру Речи Ответ Прост Человек Малограмотный Человек Низкой Речевой Культуры Все равно Поймет Грамотную Речь А вот Если проповедник Будет говорить Как-то неграмотно Или некультурно То человек Интеллигентный Тут же Отторгнет Его проповедь Просто не примет Божьи вести Божьи истины Именно поэтому Каждому проповеднику Необходимо Повышать Культуру Своей речи Культуре речи Мы с вами Отнесем Следующий фактор Мы поговорим о точности Ясности речи Мы поговорим О правильности речи Собственно говоря О ее нормативности Мы поговорим О содержательности речи О богатстве И разнообразии речи И о чистоте речи Все эти факторы Как-то пересекаются Друг с другом Но в то же время Каждый из них Довольно-таки Уникален Давайте поговорим О каждом из них В отдельности Итак Первое Что нас будет Интересовать Это точность речи Точность речи В первую очередь Подразумевает Точность слова Употребления А она означает Что проповедник Должен подобрать Ясные и точные слова Каждое слово Должно точно Соответствовать Авторскому замыслу И должно подбираться С учетом Его значения Лев Николаевич Толстой Писал Если бы я был царь Я бы издал закон Что писатель Который употребит Слово Значение Которого Он не может Объяснить Лишается Права писать И получает Сто ударов Розок Среди проповедников Ошибки Словоупотребления К сожалению Не так уж и редки Небрежное Отношение К выбору слов Становится Причиной Досадных Лексических Ошибок Например Для меня Совершенно Непонятна Вот эта Тенденция Путать слова Наследство И потомство Я слышал Фразу У Иакова Родилось Многочисленное Наследство Двенадцать Сыновей Но Имеется в виду Именно потомство Слово Выбрано Неправильно Или Русь Женится На Воозе Вместо Выходит Замуж За Вооза Конечно Подобные Ошибки Связаны Прежде всего С низкой Речевой Культурой Самого Проповедника Но он Элементарно Мало Читал Книжек В своей Жизни Или Просто Никогда Не задумывался О том Чтобы Говорить Точно Часто Проповедник Желает Блеснуть Каким Нибудь Иностранным Эффектным Словом Несмотря На то Что Значение Этого Слова Ему Не Вполне Понятно Так Например Сейчас Становится Модным Глагол Будировать Причем Употребляют Его В основном Совершенно Неверно Глагол Кстати Активно Использовался Владимиром Ильичем Лениным В начале 20 века Потом Был Подзабыт Сейчас Снова Входит В моду Но Глагол Будировать Означает Обижаться Дуться Хотя Его Чаще всего Употребляют В значении Побуждать Делать Какой-то Толчок Будить Ну или Например Глагол Манкировать Я много раз Слышал Слышал Что Его Употребляют В значении Шантажировать Хотя Его Истинное Значение Пренебрегать Или Небрежно Относиться К неправильному Выбору Слов Могут Быть Отнесены И такие Речевые Ошибки Как Костер Все Больше И Больше Распалялся Слова Похожи Распалялся И Разгорался Но В данном Случае Невозможно Употребить Глагол Распалялся Нужно Употребить Глагол Разгорался Дело в том Что русский Язык Довольно Консервативен Распаляться Это слово Совершенно С другим Значением Никак Не может Быть Употреблено По отношению К костру Будировать Монкировать Экспозиционное Эти И множество Других Сложных Слов Иноязычного Происхождения Часто Имеют Совсем Не то Значение Которое Им Придают Наши Современные Проповедники Часто Неясность Слово Употреблении Возникает При Неверном Использовании Многозначных Слов Например Он уже Распелся Совершенно Непонятно Вне Контекста Что имеет Автору Ввиду Распелся В смысле Закончил Распевку Закончил Такую Своеобразную Певческую Тренировку Либо Он начал Петь И так Увлекся Что его Уже Не Остановить В каком Смысле Употребляется Это слово Нужно Четко Себе Представлять В зависимости От контекста Как вам Вот такая Фраза Подслушанная Мною В речи Одного Проповедника Рост Христиан Заслуга Духа Святого Что имеется Ввиду Совершенно Непонятно Значит Ли Это Что Низкорослые Христиане Ну Допустим Рост которых Составляет Чуть больше Чем Метр Пятьдесят Совершенно Не имеют Духа Святого Или Дух Святой В них Не работает Понятно Что проповедник Хотел сказать Скорее всего Что Духовный Рост Христиан Это Заслуга Святого Духа Или Может быть Кстати Даже Он имел Численный Рост Церквей Численный Рост Так Сать Выражающийся В количестве Новообращенных К Точности Речи Также Нужно Отнести Попытки Избежать Ошибок В употреблении Паронимов Что Такой Паронимы Паронимы Это слова Которые Звучат Похоже Но Имеют Разные Значения Например Человек Ведет Праздничную Жизнь И у меня Сегодня Праздное Настроение Здесь В этих Двух Предложениях Я намеренно Сделал Ошибки Праздный И праздничный Это слова Паронимы Они похожи Но значения У них Абсолютно Разные Здесь слова Нужно поменять Местами Человек Ведет Праздную Жизнь И настроение Может быть Праздничным Праздный Это значит Человек Которому Нечего Делать А праздничный Связанный И с праздником С ощущением Радости От праздника Проповедник Может Огорошить Паству Неожиданным Признанием Я блудил В лесу Всю ночь Глаголы Блудил И блуждал Это слова Паронимы Они похожи Но значения У них Конечно же Совершенно Различны Блудить Это заниматься Блудом Прелюбодеянием Блуждать Это Ходить Без четкого Осознания Того Где ты Находишься На собрании Надо одевать Длинное Платье К сожалению Ситуация С этими Паронимами Одевать И надевать На мой взгляд Катастрофическая Даже Телеведущие Не всегда Различают Эти паронимы Хотя Для меня Лично Это серьезный Показатель Уровня Культуры Человека Если человек Различает Паронимы Надевать И одевать Значит он Человек Культурный Если не Различает На мой взгляд Что-то Не так С этим Человеком Понятно Что Надевать Можно Что-то На себя Или На кого-то А одевать Можно Кого-то Поэтому Если кто-то Говорит мне Одень Пальто Для меня Это звучит Так Как будто Кто-то Обличил Мое Пальто В том Что Оно Голое Зачем Мне Одевать Пальто Нужно Ли Что-то На него Еще Надеть В данном Случай Ошибки В употреблении Аммонимов Не менее Коварны Аммоним Это Слово По форме Совпадающее С другим Но по значению Не имеющее С ним Ничего Общего Например Слово Бор Может быть Химическим Элементом И Может быть Названием Соснового Леса Экипаж Находится В отличном Состоянии Что имеется Ввиду Либо Команда Корабля Команда Воздушного Воздушного Судна А может быть Имеется Ввиду Повозка Запряженная Лошадьми Мы не знаем И эта фраза Вне контекста Нам будет Непонятно Пожалуйста Употребляйте Аммонимы Так Чтобы Чтобы Всегда Было Понятно Что Именно Вы Имеете Ввиду Также Нередки Ошибки При Употреблении Амофонов И Амоформ Вот здесь Братья Мои Вам Надлежит Избегать Этих Ошибок При помощи Произнесения Вслух Всего Того Что Вы Написали Дело В том Что Ошибки Связанные Самофонами И амоформами Чаще Всего Проистекают Из-за того Что Человек Напишет Что-то А Произнести Это Вслух Не Удосужится А потом Когда Начинает Произносить Обнаруживаются Досадные Казусы И ляпы Что Такое Амофоны И амоформы Это Слова Или Словосочетания Совпадающие По звучанию И иногда По написанию В отдельных Формах Что означает Фраза Гляди Пруд Что Мы Подразумеваем Под этим Словом Звучит Это На слух Самым Разнообразным Образом Может быть Вы говорите О водоеме Который Поразил Ваше Воображение Может быть Вы говорите О пруте Как о ветке Дерева А может быть Пруд Это даже Глагол В значении Воруют И уж Совсем Курьезными Становятся Фразы Иных Проповедников Как Невыносимы Эти Плавки Говорил Один Брат По контексту Конечно Было Понятно Что Он Говорил О том Что Господь Переплавляет Нас В страданиях И Вот Эти Процессы Плавок Весьма И Весьма Невыносимы Однако С кафедрой Вряд ли Уместны Подобные Фразы Я Помню Одну Песню Христианскую В которой Был Такой Припев Под Защитой Твоих Крыл Причем Этот припев Ну Так Много Раз Повторяется Что У меня Лично Возникает Все время Ощущение Что Крыл Это Глагол Прошедшего Времени Почему Возникает Такое Ощущение Ну Не думайте Что Я Человек Неначитанный Там Малокультурный Конечно Я Прочитал Довольно Мало Книг Но Я знаю Что Такое Славянское Неполногласие Я знаю Что Есть Такие Варианты Вместо Крылья Говорить Крыла Вместо Ворота Врата Вместо Голова Глава Вместо Золото Златы И так Дали Это Называется Неполногласие Это Литературный Прием Но он Стилистически Оправдан Только Если Вы Делаете Стилизацию Под Старину Что Называется Уж Если Вы Используете Неполногласное Слово Крыла Тогда И Вся Песня Должна Быть Выдержана В стилистике Неполногласия В такой Стенизации В такой Подделке Под старину Но Вся Песня Написана Современным Русским Языком Даже Без особой Образности И В таком Окружении В такой Стилистике Славянское Неполногласие Торчит Как шило Из мешка И конечно Воспринимается Как вполне Современный Русский Глагол Прошедшего Времени Кого Он крыл Под защитой Совершенно Непонятно Еще Одна Фраза Из песни Перестаньте Рыдать Матеря Ну Надо ли Говорить Что Такой Формы Вообще Не Существует Множественное Число От слова Мать Это Матери В данной же Песни Матеря Это скорее Ди Причасти Образованное От глагола Материть В этом Смысле Даже Хорошая Христианская Песня Вдруг Превращается В песню С каким-то Непонятным Смыслом Хор Поет Я Тупей Греховных Дум Именно Так Звучит Эта Фраза Дело В том Что Когда Песню Поет Масса Людей То Происходит Редуцирование Согласных И вместо Яд Убей Звучит Фраза Я Тупей Ну Классический Пример Не знаю Я Как Дух Святой Козлу Внушает Страх В современных В современных Сборниках Эту фразу Заменили На фразу К греху Внушает Страх Там Есть Конечно Другие Претензии Дело в том Что вы Говорить Это В принципе Невозможно Ну да ладно Но здесь Явная Ошибка Связанная С употреблением Амоформы Следующую фразу Я даже Не рискну Произнести Вслух Однако Ее иногда Произносят Когда вы Ее напишите Она Выглядит Вполне Вполне Прилично Если Вы Ее Вздумаете Произнести От Приличия Не останется И Следа Брат Скафедры Много Раз Громогласно Заявлял Да Он Спас Нас Говоря О Христе Забывая О том Что О Очень часто При произнесении Редуцируется В звук У И Получается Что Христа Он обзывал Даумом И Это Слушается Очень И очень Скажем так Двусмысленно Другой Брат Хотел Сделать Признание Дамы Грешники Но повторил Эту фразу Несколько Раз И Звучало Это Так Что Дамы Они Грешники Ну Дамы Во-первых Грешницы А во-вторых Причем Тут Дамы Уж Дамы И господа В общем Вы понимаете Что Я имею ввиду Когда Говорю Об ошибках В употреблении Амофонов И Амоформ К Ошибкам Влияющим На точность Речи Следует Отнести Употребление Знаменательных И служебных Слов Без учета Их Семантики Конечно Наверное Тут Можно говорить О пуризме Таком Излишнем Но Например Дитмар Ильяшевич Розенталь Советует нам Все же Быть осторожными С такими Фразами Как Благодаря пожару Вспыхнувшему От костра Сгорел Большой Участок Леса Вот такой Пример Дитмар Ильяшевич Розенталь Фразу Благодаря пожару Вспыхнувшему От костра Сгорел Большой Участок Леса Называл Неверной Неточной Дело в том Что Как писал Дитмар Ильяшевич В современном Русском языке Предлог Благодаря Сохраняет Известную Смысловую Связь С глаголом Благодарить И употребляется Обычно Леж В тех случаях Когда говорится О причинах Вызывающих Желательный Результат Благодаря Чьей-нибудь Помощи Поддержке Ошибка В данном Случае Возникает В связи Со смысловым Отвлечением Предлога От исходного Глагола Благодарить В этом Предложении Предлог Благодаря Следует Заменить На один Из Следующих Из-за В результате В следствии И так далее Мне лично До сих пор Кажется Диковатой Фраза Типа Присвоить Артисту Звание Народного Потому что На мой взгляд Присвоить Можно только Себе Само значение Этого Глагола Присвоить Сделать Своим Как можно Присвоить Кому-то Мне Непонятно Но Тем не менее Несмотря На такой Кажущийся Пуризм Все-таки Вот такие Ошибки Имеют Место К ошибкам Влияющим На точность Речи Конечно же Следует Отнести Выбор Слов Понятий С различным Основанием Деления Использование Конкретной И отвлеченной Лексики Братья мои Это довольно Частая Речевая Ошибка Примеры Подобных Фраз Предлагаем Полное Излечение Алкоголиков И других Заболеваний Посмотрите Слово Алкоголики Принадлежит Конкретной Лексике А слово Заболевание К отвлеченной Заболевание Это более Общее Понятие Нежели Алкоголики Поэтому Подобную Фразу Нужно бы Изменить Подредактировать Либо Полное Излечение Алкоголизма И других Заболеваний Либо Полное Излечение Алкоголиков И больных Другими Болезнями Нередки Также Ошибки При употреблении Синонимов Обычно Это связано Со стилистической Окраской Синонимов Например Совершив Опложку Директор Завода Сразу же Стал ее Исправлять У слова Ошибка Есть Несколько Синонимов Ошибка Промах Погрешность Ляп Опложка Та же И так далее Но все эти Синонимы Имеют Различную Экспрессивную Окраску Различную Стилистическую Окраску В этой Фразе Употребление Синонима Опложка Стилистически Нецелесообразно Директор Завода Лицо Официальное И он Конечно Опложку Совершить Никак Не может Он может Совершить Только Ошибку Ну или Вчера Мне Было Печально Слова Печально И грустно Синонимы Но Стилистически Мы чувствуем Что Невозможно Здесь Поставить Слово Печально Русский Язык Повторюсь Очень Консервативен Связи Слов Довольно Таки Четко Закреплены Поэтому Здесь Нужно Поставить Другое Слово Употребить Синоним Грустно Вот Что Мы имеем Ввиду Братья Когда Говорим О Точности Речи Пожалуйста Братья Мои Когда Подбираете Слова Делайте Это Весьма И весьма Тщательно Постарайтесь Не допустить Ни одной Из вышеперечисленных Ошибок А в следующей Лекции Мы с вами Будем Говорить О правильности Речи О ее Нормативности Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова